Просторный офис для Оргкомитета Чемпионата мира по футболу предоставила администрация города. Его простору, уюту и комфорту завидуют даже коллеги из Москвы, признаются сотрудники. До тестового матча Россия-Бельгия на стадионе Фишт остается меньше двух недель, поэтому работа здесь кипит. Совместно с администрацией работают по 50 направлениям. Внимание каждому этапу, начиная от встречи спортсменов и гостей в аэропорту до украшения стадиона и организации самого матча. Все, что связано с последним приготовлением, украшение объекта, то есть продумывание каких-то финальных деталей. Понятно, что сейчас много подрядчиков заходит на объект, чтобы подготовить, обустроить зоны питания и так далее. Очень много, конечно, приготовлений. Комитет по проведению Мундиаля был создан почти два года назад. Постепенно количество людей, задействованных в процессе, увеличивалось. В новом офисе в самом центре города на Курортном проспекте скоро приступят к решению задач более 70 человек. Работают в тесной связи с администрацией города. Ежедневные совещания и совместные выезды на объекты направлены на то, чтобы Кубок Конфедерации и Чемпионат мира в Сочи прошли на высшем уровне. И тестовый матч «Россия-Бельгия» 28 марта должен стать показательным. Это будет, по сути, день открытия стадиона. Мы с коллегами все очень переживаем, хотя непосредственно это тестовое мероприятие. Организует его в том числе Российский футбольный союз. Вот у нас такая большая команда и региона. Здесь присутствует большое количество представителей различных министерств и ведомств, наши коллеги с правоохранительной системой. Все как при проведении крупного международного мероприятия. Город-курорт будет одним из 11 городов, где пройдет Чемпионат мира 2018 года. Но организаторы уже сегодня делают все возможное, чтобы даже тестовые матчи на стадионе «Фишт» стали самыми запоминающимися. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.